Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Рустам Габасов. В зале Попетительского совета Казанского федерального университета прошло заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Коллеги обсудили ежегодный процесс поступления и обучения иностранных студентов меры поддержки. Отдельное внимание уделили разработке единой системы контроля знания языка. Казанский федеральный университет посетила делегация консульства Китайской Народной Республики в рамках российского венчурного форума 2024. Форум стал важнейшим событием венчурной отрасли Российской Федерации, создающим основные тренды инновационного развития и технологического предпринимательства. Делегацию возглавил председатель, вице-президент Ассоциации учебных заведений и предприятий Джухайского филиала Пекинского политехнического университета Ху Ялин. Делегаты посетили музей истории Казанского университета. Позднее в тот же день главное здание Казанского федерального посетила делегация КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином. Гостей сопровождал ректор КФУ Ленар Сафин. Стоит отметить, что в рамках действующих соглашений университет реализует различные формы направления сотрудничества с 19 научно-образовательными центрами Китая. Наиболее активное сотрудничество ведется в рамках Ассоциации вузов Волга, Янцы, в том числе в формате ежегодного российско-китайского молодежного форума. КФУ является одним из наиболее популярных российских университетов среди китайских абитуриентов. Также в Казанском университете на базе Института международных отношений действует Институт Конфуция при содействии руководства Международного совета по распространению китайского языка и Хунаньского педагогического университета. 26 апреля в рамках памятной акции «Диктант Победы» тысячи людей в России и за ее пределами объединились, чтобы проверить свои знания и истории Великой Отечественной войны. Это событие стало символом патриотизма и уважения к историческому прошлому нашей страны. Сразу на нескольких площадках Казанского федерального университета прошел один из самых важных диктантов в жизни студентов. В Казанском федеральном университете состоялся диктант Победы. Мероприятие проходило на четырех площадках. Юридический факультет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт международных отношений и Институт психологии и образования. Всего диктант написали около 700 человек. Среди них были студенты вуза из самых разных институтов. Меня большая честь быть сегодня здесь, в нашем родном, в Казанском федеральном университете. Я посылаю с участниками этого замечательного и знаменательного события диктант Победы. Университет уже традиционно открыл двери для проведения международного исторического диктанта, диктант Победы, посвященный празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Диктант Победы проводится в шестой раз. Казанский федеральный университет участвует в нем пятый раз. Помимо диктанта студенты поучаствовали в акции «Письмо героя», написав слова благодарности и слова поддержки солдатам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Также были выданы георгиевские ленты в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая проходит ежегодно в преддверии 9 мая. Эта акция посвящена празднованию Победы в Великой Отечественной войне и является символом благодарности ветеранам. Главной целью раздачи ленточек является стремление напомнить новым поколениям о тех, кто одержал Победу в войне и о цене Победы. Это не просто рядовая акция, а дань памяти каждому погибшему в войне и уважение к ветеранам. Тестовая часть диктанта включала в себя вопросы, которые касались Великой Отечественной войны. Помимо этого были вопросы, касающиеся общей истории. Участникам было дано 45 минут, чтобы ответить на 25 вопросов. Здесь важен не результат, а важно участие в этом мероприятии и еще раз задать себе вопросы. Знаю ли я историю, знаю ли я, что было в годы Великой Отечественной войны, знаю ли я, сколько героев и сколько человек погибло для того, чтобы наша страна вышла победителем в этом событии. Диктант Победы в Казанском федеральном университете – это пример того, как важно не только помнить историю, но и активно участвовать в ее изучении. Это событие еще раз подтверждает, что память о подвиге нашего народа жива и будет предаваться из поколения в поколение. Аделя Курбангалеева, Аделина Абдрахманова, Резида Каримова, Николай Асуховский, Александр Антонов. Универ. Новости. В Казанском университете учились многие выдающиеся личности. Одной из них является Нина Афанасьева, известный ботаник-эмбриолог, в чью честь была организована выставка, которая прошла 26 апреля в главном здании вуза и получила название «Познавшая истину». Чем прославилась женщина-ученая и как прошло открытие выставки, расскажем прямо сейчас. Казанский университет В первые в стенах Казанского университета начала цитэ-эмбриологические исследования растений. В 1960 году защитила кандидатскую диссертацию на тему к познанию филогении семейства Наричниковых. Научная деятельность Нины Гавриловны была посвящена изучению эмбриологических особенностей рода Вероника и других представителей семейства Наричниковые с целью построения филогенетической системы. Открытие выставки состоялось в ботаническом отделе зоологического музея Гербария имени Эдуарда Александровича Эверсмана КФУ. Выставку назвали «Познавшая истину» и в этот внесли некий смысл, в том смысле, что она проводила именно исследования растений семейства Наричниковые. И в своих исследованиях она обнаружила, что это семейство оказалось очень разнородным по эмбриологическим признакам. И в этом смысле она предвосхитила исследования, которые потом последовали примерно полвека спустя, когда уже появились молекулярно-генетические методы, провели секвенирование хлоропластной ДНК у Вероник. И обнаружено, что действительно это семейство является таким разным, скажем так. На выставке можно было увидеть фотографии, рукописи, публикации документов Нины Афанасьевой, а также оттиски научных работ с дарственными надписями, адресованные Нине Гавриловне от эмбриологов из разных уголков СССР и зарубежья. Интерес представляют приборы и материалы, использовавшиеся в эмбриологических исследованиях на кафедре систематики растений и кафедре ботаники Казанского государственного университета. Дополнили экспозицию рисунки репродуктивных структур растений и гербарий. Также на выставке можно увидеть несколько картин ученицы Нины Афанасьевой, унаследовавшей таланту своего отца и известного художника. Часть, естественно, предметов из нашего музея, из ботанического отдела зоологического музея гербария, и часть с кафедры ботаники физиологии растений, то есть нашего университета. По сути дела мы соседи, мы коллеги, и в общем-то мы сами тоже сотрудники музея, мы все являемся сотрудниками кафедры. Поэтому, в общем-то, такая получается у нас общая работа в каком-то смысле. На таких выставках студенты могут ближе познакомиться с теми, кто внес значимый вклад в развитие науки, а также понять, что даже самые известные люди начинали с малого и преодолевали трудности. Тем самым ребята могут по-новому взглянуть на свои возможности и перспективы. Варвара Терехова, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости. Для всех любителей музыки 30 апреля пройдет фестиваль «Станция Мир». Популярные артисты встретятся на одной площадке, чтобы погрузить зрителей в мир трендов и новой музыки. О том, что нас ждет на фестивале, расскажем далее в сюжете. Это мероприятие соберет популярных исполнителей на одной площадке, чтобы показать зрителям тренды и новинки музыкального мира. Фестиваль пройдет в IT-парке имени Башира Ромеева и начнется в 18.00. На сцене выступит 13 артистов из разных уголков России, которые представят свое творчество в рамках уникального аудиовизуального шоу. Концепция фестиваля вдохновлена историей арбитральной станции «Мир». И каждый исполнитель внесет в нее часть своего внутреннего мира, представленного в виде неизведанных планет. Музыкальный фестиваль «Станция Мир» в этом году проходит во второй раз. Первое событие состоялось в 2023-м в IT-парке имени Башира Ромеева. И на этой же сцене пройдет фестиваль в этом году. Площадка была выбрана не случайно. Ее возможности помогают нам наиболее полно раскрыть артистов для зрителя. И она уже стала своеобразной базой нашего фестиваля. В течение двух часов зрители будут погружены в атмосферу станции «Мир», где каждый сможет стать участником космического путешествия. На сцене появятся исполнители, которые уже успели завоевать любовь публики, включая таких артистов, как «Дышать», «Каспий» и «Юхим». Совместная работа с электронными музыкантами и поддержка живого звука от бэнда фестиваля создадут неповторимую музыкальную историю. Также в программе фестиваля предусмотрены образовательные мероприятия для музыкантов, включая мастер-классы от экспертов индустрии и музыкальную лабораторию. В этом году мы решили расширить свою географию. И на сцене выступят артисты не только из Татарстана, но и со всей России. Фестиваль «Станция «Мир»» — это открытая площадка. И в этом году мы получили более 300 заявок от артистов со всей России и даже из-за рубежа. И отобрали 13, которые объединятся и выступят на одной сцене 30 апреля. В этом году на станции «Мир» выступят артисты не только из Татарстана, но и из других регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ижевск и Саратов. Приобрести билеты на фестиваль можно через краудфандинг-платформу «Планета.ру». Проект организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив и арт-резиденции «Реактор». Отметим, что партнером фестиваля является наш телеканал «Универ ТВ». Это событие обещает стать незабываемым опытом для всех участников и гостей. Аделя Курбангалеева, Аделина Абдрахманова, Елизавета Газизянова, Универ Новости. В КФУ прошел первый хакатон для студентов в креативных направлениях обучения «Креатон». Креатон ВК «Эдикейшн» и Казанского федерального университета стартовал 26 апреля на базе Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского университета. Сотязание проходило по трем направлениям. В первом треке спецпроекта «СММ» студенты работали над созданием инструментов геймификации в сообщество ВКонтакте и спецпроектам для одноклассников. Второй – «Новые медиа», связан с подготовкой медиапроекта для одноклассников. В третьем блоке реклама командам предстояло разработать рекламную кампанию для платформы «Простор». В день старта «Креатона» эксперты, приглашенные в ВК «Эдикейшн», провели серию мастер-классов, после чего команды получили задания-брифы. На следующий день студенты выступят с презентациями своих решений перед жюри, состоящим из экспертов ВК и других компаний сферы креативного сообщества в Казани. Организаторами состязания выступили кафедры связи с общественностью и приглотной политологией, высшей школы журналистики и медиа, коммуникации КФУ и ВК «Эдикейшн». «Креатон» – такого рода мероприятие первое в истории России в целом, потому что мы знаем, что уже стали традицией, уже больше 10 лет по стране проходят так называемые «хакатоны». Это специализированные такого рода мероприятия для специалистов в области IT-индустрии, цифровых технологий. Но сегодня мы видим, что и эта индустрия, и в целом другие индустрии все более тяготеют к тому, что мы называем креативной индустрией. А специалисты в области креативных индустрий, которые становятся закоперщиками и главными во многих процессах сегодня, к сожалению, вот такого специализированного своего форума профессионального мастерства не имели. И благодаря во многом нашим коллегам из компании «ВКонтакте», «Одноклассники», «Высшей школе журналистики», мы договорились о том, что проведем первый в России специализированный для специалистов в области креативной индустрии, для студентов, обучающихся этим компетенциям, специализированный профессиональный форум «Креатон» – креативная индустрия. И то, что он посвящен 220-летию университета, но очень хочется и нам, всем организаторам, и, я думаю, всем нашим коллегам, кто пока еще и не участвует даже в этом «Креатоне», чтобы он стал ежегодным, постоянно действующим форумом. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось централизованное представление «Аулак-Ой», что в переводе означает «посиделки» из спектакля «Сунген и Олдозлар» у Гаши и звезды Карима Тинчурина в исполнении молодежного театра «Мизгел». Сам спектакль был поставлен на татарском языке. Традиционно в постановке принимают участие студенты театра. Яркие костюмы, чтение произведений на родном языке, шутки и песни – вот что погружает зрителя в историю «Аулак-Ой». Мероприятие проводится в честь празднования Дня родного языка в Республике Татарстан. Весь месяц апрель для татарского народа это связано, приурочено с днем рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. То есть в течение месяца весь татарский мир отмечает этот праздник, вспоминают его, учат его стихи, постановки. Сегодня мы поставили спектакль Карима Тинчурина под названием «Сунген и Олдозлар». На русском это переводится как «Угаши и звезды». В прошлом году мы уже ставили полноценный спектакль, который длился почти что два часа. И в этом году мы поставили отрывок на 15-20 минут, как раз-таки приученный ко дню родного языка. И достаточно долгое время готовились, так как это очень ответственная работа, и мы хорошо постарались. На этом все. В студии был Рустам Габасов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова